Визитная карточка И штормак всегда в кармане, это вкусно Я пойду на край за ним, вслед за казахами Визитная карточка, как будто в рае На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-назарбаев Я казах горячий Я казах горячий Что здесь за фигня, а? Успокойся, чё это мы здесь устроили, идиоты? Почему сразу идиоты, я вот не понимаю? Ты нас каждую игру берёшь и оскорбляешь Каждую игру? Каждую игру И тебя не смутило, что это первая игра первого в нашей жизни сезона? И вот первая игра, оскорбление, статистика стопроцентная Я же игра, мне кажется, Кирилл на самом деле прав Как понять прав, ты на чьей стороне вообще, брата? Ты чё ты сразу наезжаешь? Ты чё ты сразу наезжаешь? Вот что значит казахи, дружелюбный народ Вообще-то ты прав, казахи издавна отличаются своим дружелюбием и гостеприимством Хотя нет, один из вас, калмык Что? Я не калмык? А твоя калмык, что ли? Я вообще про тебя молчу Что здесь, я не понимаю? Да я вообще ничего не говорю Стоп, 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 а с чего вы взяли, что калмык это плохо? Ну тогда я калмык А можно я буду калмыком? Нет, калмык не так шло, поэтому я буду калмыком А можно я буду калмыком? Так, всё, всё, калмык Всё, калмык Я калмык Доволен? Ты не похож на калмыка Калмыки это гордый, непокорный народ, который всегда берёт всё то, что он захочет Хе-хе И чё это вы там делаете? Целуются В смысле как? Да вот так Ну-ка отвали от меня Быстро вышли на сцену А Нури где? Он сказал, что опоздает Тук-тук-тук О, ребята, пойду-ка я посмотрю в глазок Ребят, Нури пришёл? Пацаны, чё вы придуривайтесь? Нет, здесь никакой дури Откуда здесь эта дверь? А пока Кирилл идёт в медпункт Мы начинаем Саламу алейкум Саламу алейкум Саламу алейкум Давайте посмотрим, как пилот самолёта решил внести что-то своё Дамы и господа, с вами говорит капитан Пожалуйста, посмотрите хвост самолёта Да-да, это я Девушка пришла на премьеру фильма «Пятьдесят оттенков серого» и случайно перепутала зал. Вы готовы, дети? Да, мой господин. Саламу алейкум! Случай на казахской заправке. Саламу алейкум! Давайте посмотрим, как казах выбирает себе жену. Так, есть где жить? Да. Сколько комнат? Одна, круглая. Юрта. Есть на чем ездить? Да. Сколько лошадиных сил? Одна. Лошадь. А, нет, там юрта. Вон там лошадь. Ну, ясно. Теперь мой вопрос. Бишпармах умеешь готовить? Бишпарк кто? А, это со свинины которой? Боже, ну, Яна, сколько можно? Три года играем в КВН. Пора запомнить, что не свинина. А, шошка. Яна, шошка. Да она даже наши имена запомнить не может. Что вы уж там про другое спрашиваете? В смысле? То есть я должна учить ваши казахские слова? Я вообще-то русская. Слышь, ты че такая русская? А? 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 Я не понял, а чем это вас русские не устроили? А че не устраивает? Все устраивает. Вот Яна взяла нас, настройку устроила. Теперь все, супер. Кстати, у нас скоро смена, пора закругляться. А закончить хотелось бы фразой нашего начальника. Мал золотник. Как с языка снял? Команда КВМ все свои. Все для своих. Средь хвойных войсок, Друг у ученых умов, Скучаем постепи, Но не они, а только мы. Пусть наш колорит Всех вас рассмешит. Ну что же новости? Запомни нас, мы все свои. Ваши аплодисменты. Команда КВМ все свои. МВУ. Но можно поаплодировать громче, потому что первым, поверьте мне, очень тяжело выступать. Давайте двигаться дальше. Сейчас на этой сцене появится команда, которая представляет славный рыбный рай. Город Марабинск. Парк Культуры! Парк Культуры! Ну что ж, друзья, на этой сцене команда КВМ Парк Культуры. Ваши аплодисменты! Встречайте, обычная команда из необычного города. Привет, открытая! Ну что, давайте дождем! Ваши брошены, девочка из прошлого. Мне не говори прости. Ребят, тут, наверное, объяснить нужно. Просто нашего Лёху перед самым выступлением бросила баба. Не называй её так. А, извини, бросила тёлка. Вот так нормально, так называй. Лёх, тебе может помочь? Уйди! Я хочу побыть один. Пусть все уйдут. Ребят, встаньте, реально, визитка пять минут. Ну недолго там, подышите воздухом. Нет, пусть останутся. А, нет, оставайтесь. Ну никто и не встал, конечно. Вот, девушка, можно вас попросить? Прям скажите, да, прям вас громко. Лёша, я тебя люблю. Ну скажи. Лёша, я тебя люблю. Как здорово, так хорошо. Бабочки в животе, господи. Я тоже тебя люблю. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. Мы будем слушать группу Лесоповал. Слушай, в личную жизнь устроили. Надо как-то ещё четвертушку, восьмушку выиграть. Ну и четвертушку тоже. Начнём. Команда КВН «Парк культуры». Из культуры у нас только название. Поехали. Дорогие друзья, давайте представим. Черепаха Тортила смотрит видео со своего выпускного. Представьте, Тимоти пришёл в больничку на укольчике. Последнее время преступники стали очень изобретательны. И полиции приходится придумывать всё новые и новые методы борьбы с ними. Да там лысый череп моих всех... Мордов, мол, чем лежать работает психолог. Почему ты себя так ведёшь? Может, тебя родители в детстве били? Не, я сразу моральным уродом вырос. А, ну если хочешь поговорить об этом, приходи к нам в тюрьму по понедельникам. Представьте, маленькая девочка перебралась с детским шампанским. Ой, пусть мама услышит. Пусть мама придёт. Э-э-э-э! Мать, тащи тазик. Зачем дочь? Купаться хочу. Сбылась мечта миллионов. Продавец-консультант попал в больницу. Можешь вам что-нибудь подсказать? Нет, нет, я сам посмотрю. Ну если что, я рядом. Угу. Друзья, программа «Ревизорро» вновь приехала в Новосибирск. Ну что ж, всем привет, я Лена Летучая. И сегодня мы проверим самое популярное место в Новосибирске. Пивная арена на вокзальной. Ну что ж, я надеваю свои традиционные белые перчаточки. Пройдёмте. А, кто-то ручку уже зафоршмачил. Сколько пива стоит? Олег, бросай камеру и принципы. Пойдём, я угощаю. Дорогие друзья, отличница забыла дома дневник. Поэтому они победили в войне. Молодец, Иванова, пять тебе. Давай дневник. Марья Ивановна, мне очень нужна пятёрка. Ставьте здесь, у меня шрам на пятёрочку. Похож вам просто подпись. Хорошо. Спасибо. Ага, вот же он. И в дневнике пятёрочка. Дорогие друзья, в конце хотелось бы сказать, что в открытой лиге выступать лучше, чем в Барабинске. Ну, во-первых, во вторник. Во-вторых, не в подвале. В-третьих, без кляпа во рту. Очень удобно, очень удобно. Команда КВН «Парк культуры», спасибо. Ваши аборресменты. Команда КВН «Парк культуры» город Барабинск. Ну что, давайте двигаться дальше. А сейчас-то как раз-таки на этой сцене и появляется команда, которая принимает участие в открытой лиге уже третий сезон. И представляет она Новосибирску область. Команда КВН «Парк культуры» по любви. Ваши аборресменты. Третий сезон в открытой лиге. Самая милая и добрая команда. Мы видели ДК «Прогресс» до ремонта, после ремонта и сейчас. Мы застали таких спонсоров, как «Лайер», «Аймания», «Жаз Донатс», «Пицца Синица». Нет лучше пиццы, чем «Пицца Синица». Встречайте бурдови аплодисментами команда КВН «Парк любви». Ладно, ребят, давайте сразу как-то пособраннее будем. Ведь КВН — это игра взрослых, умных и начитанных людей. Вот сами посудите. С нами в сезоне играют такие команды, как «Вэз» значит «Ваха», «Лехпром», «Огород», «Кожа», «Три кота на мясо», «Чай», «Бисквит». И поверьте мне, еда — это очень серьезный соперник. Так, мальчики, стоп. Вы вообще у нас спросили, хотим ли мы идти в этот сезон. Мы вообще-то девушки, нам уже рожать быстрее надо. Третий сезон. Подумали, что пора бы уже что-то и поменять. Поэтому поучаствовали в программе по обмену КВНщиками. Встречайте! Новый член нашей команды — Вадим! Снова вместе, снова рядом. Hello, I'm Vadym, I'm from Berdsk. Berdsk is the capital of great Berdsk. Вадим, вот скажи, чем ты можешь помочь нашей команде? Да у меня есть все, чтобы стать чемпионом открытой лиги КВН. Смотрите, я раньше играл за семена моркови, и я русский. Давайте попробуем. Давайте попробуем! Давайте, когда полюбим, в новый сезон! Поехали! Итак, представьте, девушки собрались выпить вина, и одна из них дошла до стадии звонок бывшему. Все, сейчас я ему позвоню. Набранный номер не существует. Да был у меня мужик. Я его бросила. Заверкотка есть! Парень решил впервые поужинать не за своим компьютером, а вместе со своей семьей. Сынок, а я тебя еще вот таким вот помню. Женщина, вы кто? Слышь, ты как с матерью разговариваешь? Мужик, а ты кто? Я, тот, кто платит за Wi-Fi. ОТЕЦ! Машкова, военный городок, парень решает, где бы ему прогулять урок. Блин, одна кафешка в городе, и то там мамка работает. О, Витька, дурак, здорово! Здорово! Че делаешь? Да я вот наигрался, картридж отношу другу от принтера. Витька, а где школу можно прогулять? Ну не знаю, пойдем вон по теплотрассе побегаем. Да ну тебя нафиг, я лучше на уроки пойду. Алло, Мария Ивановна, да, он придет сейчас к вам на урок. А все почему? Потому что я социальный педагог под прикрытием. Сашка, ты че замерз? Пойдем по теплотрассе. Нестандартная ситуация на родительском собрании. Дорогие родители, рады вас видеть после каникул. А вот вас я вижу впервые, вы кто? Понимаете, я Алена Боброва. Вы ее брат? Не, я ее кенот. Ну мы мутим с ней. Я за нее постоянно во всяких переделках вписываюсь. В школу к вам ее на тачке привожу. Вам, кстати, сколько на ремонт надо? 10 тысяч. Так, ну вот держите, 10 тысяч на ремонт. Еще 10 тысяч на шторы, я могу идти? В принципе, да. Да, вы все можете идти уже. Пойдемте, я разрулил. В последнее время в Новосибирске открылось очень много реалити-квестов. Итак, представьте, креативный отдел одного из квестов. Так, кальян, ну я открыл, стендапер, в принципе, я уже неплохой. Осталось открыть реалити-квесты. А у меня как раз есть уникальные локации, которых еще нет в этом городе. Ну-ка, расскажите. Локация называется «Маленький секрет». И в чем же там секрет? Вы офисный рабочий, у вас есть свой личный ксерокс, заканчивается рабочий день, сотрудники идут по домам, вы остаетесь один, и тут как-то... Так, стоп! Дальше не надо. Давайте следующую. Есть локация, называется сами же охраняйте. Так, сразу, нет. У вас есть что-нибудь для женщин? Есть. Есть шампуньки, крема, скраб. Можете, в принципе, весь каталог посмотреть. Да ничего мне не надо. Давайте следующую, нормальную. Локация называется «Палаточный городок». И что там будет? Ничего не будет, просто рядом полежим. Так, все, пошли отсюда. Да подождите. Я забыл вам рассказать еще об одной уникальной локации. Какая локация? Локация называется «КВН». «КВН?» И что там будет? Молодые парни, девушки выселят своих друзей, а это интересно. Давайте попробуем. И по деньгам нормальный, и мне, и вам как бы, ну. Дорогие друзья, мы бы хотели, чтобы после у вас, чтобы по... Дорогие друзья, мы бы хотели, чтобы у вас после нашего выступления остались только теплые и приятные эмоции. Поэтому давайте сядем поудобнее, расслабимся и закроем глаза. Представим, что мы находимся на берегу Адриатического моря. Солнце ласкает вашу кожу. В правой реке у вас бокал мартини, в левый маленький пушистый котенок. И тут приходит он. Конец вашего отпуска. Команда «КВН по любви» все хорошее когда-нибудь заканчивается. Метка, 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 постреляй. Ваши адресменты, команда «КВН по любви» «Новосибирская область». Ну что, мы можем двигаться дальше, друзья. Эта команда приехала, но не скажем так, что издалека. Но очень рады мы тому, что даже в этом населенном пункте есть команда «КВН». Команда, представляющая Краснообск, иными словами, восхнил команда «КВН» «В значит Ваха». Ваши аплодисменты! Перед вами самая жесткая команда «КВН» «В значит Ваха». Перед нами самый хороший и добрый зритель «З значит зритель». Здравствуйте! Мы были на первой игре, мы учили ошибки предыдущих команд, поэтому мы не будем сегодня шутить про Тверк, про 50 оттенков серого, про новосибирские кальяны и про синий-черное платье. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Да, все, деньги перевел, красава, твои номера возле первого дома под козырьком. Все, давай. Пацаны, хорошая новость, домой едем на такси. Ништяк! Вот такой, собственно, коллективчик приехал к вам из Краснообска. Нас трудно обмануть, легко разозлить и невозможно забыть. Здравствуй, народ! Ну что ж, а начнем мы с самого приятного. Романтическая сцена Навахи? Ты что творишь? Ты что творишь? Ты че не видишь, что у меня документы в лужу упали, блин? Очень, ну прям, ну очень слабохарактерная девушка. Здравствуйте, это фитнес? Да. Можно к вам записаться на 15-е число? Нет. А на 16-е? У нас зависено уже. А на 17-е? Все занято. Ну, видит Бог, я пыталась, а сейчас я буду жрать. Алло, можно мне 2 пиццы, 3 чебурека и колу диетическую? А иногда купить пиво, но это целая проблема. Итак, представьте, случай в пивнушке. Что-нибудь ставить будем? Трешечку Жигулевского. Двушку Бархатного. А еще что-нибудь поставим? Я у вас уже сегодня три раза был, поэтому поставьте мне «Седую ночь». Как известно, лампочки вкручивают в основном электрики, а у нас в Краснодарской три дурачка. Вы что, дебилы, делаете? Лампочку вкручиваю. А нафига вы с одного столба скручиваете, а на другой накручиваете? Потому что мы работаем по расписанию. Вторник, четверг, суббота этот фонарь. А понедельник, среда, пятница, бульвар. Какие вы умные! Пошли вон отсюда! А у нас в Краснообск ездит свой автобус. Да-да-да. Итак, случай в этом автобусе. Итак, приобретайте осиновые колья, иконы, кресты, кадилы. Покупайте, это все для вашей же безопасности. Следующая остановка Краснообска, она может стать последней в вашей жизни. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У нас здесь всех недалечили. Кто-то едет на север, кто-то хочет в Чили цирку ехал, а мы соскочили. Соскочили. Дорогие друзья, все, что мы показали, это шутки, не более. Краснообск — это очень хороший поселок. И этой песней мы хотим позвать вас всех в гости к себе. Я найду в себе жену, Не поеду в Лондон, Увезу ее на ваку. Ехай! Едь на ваку! Едь на ваку! Едь на ваку! Едь на ваку! На курорт! Спасибо за внимание. С вами была команда КВНВ, значит, ваха. Встретимся снова. Пусть свечи вскорели, не кончим с тобой. Ваши адресменты — команда КВНВ, значит, ваха. Поселок Краснообск. Но можно поаплодировать громче. Не стесняйтесь этого. Движемся дальше. Сейчас на этой сцене появится команда, которая представляет интересный, своеобразный юмор, но сейчас вы все поймете. Команда КВН — сборная Гика. Добрый вечер. И вновь на сцене «Открытая лига» ребята, которые любят комиксы, видеоигры и фильмы про супергероев. Да, мы гики, и мы живем в своем обособленном чудесном мире с абсолютно другими канонами. Согласен, по такому определению нас очень легко спутать с кавказцами, но в отличие от них мы не особо любим шариться по торговым центрам. И в честь нашего возвращения хотелось бы сделать подарок «Открытая лига». Дима, прошу. Ты что нам даришь? Мультиварку. В смысле мультиварку? А что, хороший подарок. Сейчас все мультиварки дарят. Он мне на новоселье три штуки подарили. То есть наши деньги ты профукал. Ладно, я не скидался. Что Сашка подумает? Прошу прощения. К черту этику, не унижайся на публике. Мне кажется, Джейсон Биггс уже заждался свой подарок. Какой Джейсон Биггс? Это Максим Латоха. Что, не он в американском пироге играл? Нет. Так нафига ему мультиварка? Друзья, переходим к номерам. И по традиции Джессика объявит. Представьте, атеист попал в рай. Ну вот, а ты не верил. Трунь. Учитель, который не умеет читать нотации. Дети, не будете учиться, сдохните. Друзья, безумно рад приветствовать вас на выручении еженедельной премии «Днище поганое». На этот раз у нас было два достойных номинанта. И победу получает Александр Конев. Вот, Сашка, держи. Спасибо. А что в пакете? Доставай, смотри. Утюг, иголка и нитки? А зачем мне утюг, иголка и нитки? А чтобы ты свои кривые ручонки выпрямил как следует и обратно к плечам пришил. Серьезно, из-за тебя вчера все катакомбы проиграли. Это так унизительно и в то же время забавно. Сходить с мамой на 50 оттенков серого, вот что унизительно и в то же время забавно. Джессика, объявляй. Не буду я ничего объявлять. Это еще почему? Я толстая. Че ты толстая, ничего ты не толстая? Не толстая, я 50 гигабайт вешаю. Ну, раз ты толстая, то и в новую кибершубу ты не влезешь. Влезу. То есть будешь объявлять? Буду объявлять! На самом деле Николая Коперника не сжигали на костре, хотя попытки были. Итак, представьте. Рим, Центральная площадь, Николай и Святая Инквизиция. Николай, забери свои слова назад. Не заберу, это ряд тебя действительно полнит. Просто признай, земля плоская. Джина-то плоская, земля круглая. Все, поджигай его. Не получается? Ну ты схитри как-нибудь. Да он, короче, вообще не горит. Давай его повесим. Чего мы вороры, что ли? Сейчас что-нибудь придумаем. Ребят, у меня проблема. Эй, девушка, у вашей мамы взять не нужен. Это кто там у тебя? Это Троян. Где ты его подцепила? Я зашла на Google Maps. Прошлась по Аркаде. Вирусная база обновлена. А это кто? Это Касперский. Он спас меня от Трояна. На лестничной клетке. Откройте. А кто там? Откройте, это полиция. На вас соседи жалуются. На вас полстраны жалуются. Вообще не аргумент. А что жалуются? Говорят, вы их топите. Как я их топлю? У меня две недели воды нет. Открой, я посмотрю. Нет. Это что, почему? У меня там бабка намыленная, воду ждет. Чего ты несешь? Открывай, я проверю. А я говорил, я говорил. Друзья, вот вы сейчас сидите и думаете, что мы только и делаем, что играем в PlayStation. Это не так. У нас еще и Xbox есть. Сборная гиков. Спасибо. Ваши бурные аплодисменты. Сборная гиков. Очень сильное и смешное, на мой взгляд, выступление. Ну что ж, друзья, осталась последняя команда, которая выступит в конкурсе «Визитная карточка». Команда, которая всем очень сильно запомнилась на фестивале. На этой сцене команда КВН «Лехпром». Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Аклодисменты. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Команда КВН «Лехпром». Очутившись на Красном проспекте, вы видите «Рок-сити». Заходите за клуб, но все же знают, как заходить за «Рок-сити». Многие даже ни разу не были в самом клубе, но обязательно за него заходили. Здесь вы проходите мимо гаражей и мусорных баков, а вот здесь лежит мужик. Он же лет 15 там лежит, потому что он наш вактёр. Можете спросить у него, как пройти дальше. Здесь вы заходите за угол, и вот есть вход в наш институт. Да, кстати, у нас есть такая специальность, как конструктор «Роковый», поэтому все, кто заходят в наш институт, выходят обутыми. Ребят, я миниатюру придумал. Давайте типа у меня ноги вообще не сгибаются. Хотя нет, хрень какая-то. Действительно. Ну а мы часто слышим вопрос, ты как вообще сюда поступил? Перенесёмся в приёмную комиссию. И здесь редактура сказала сделать нам звук перемотки, поэтому бжик. Блин, у меня ничего не получается. На бюджет не тянет. На коммерцию пойдёшь? Да, а чё это? А потом расскажем. Я поступил. Поздравляю. Спасибо, а ничего, что я в седьмом классе. Нормально, борода есть и сойдёт. А я эту маму порадую. Мам, я поступил. Ты чё выперлась? Чё у тебя на голове? Это банды, это, это банды. Вот точно, нужны песни. Есть что-нибудь? Есть. Давай. Мой кумир сегодня в зале, и я расскажу о нём немного. Он давно сидит в жюри и судит, как и все, довольно строго. И в гоночных схватках он гений. Зовут его Зайцев Евгений. Евгений, и я попрошу вас лишь об одном. Удочери меня. Ты чё постоянно ерунду поёшь? Евгений, извините, пожалуйста. Но если быть серьёзными, то наши студенты очень популярны, особенно дизайнер Иван. Группа «Рамштайн» даже посвятила ему песню. Иван, ты сам. О, ты чё в собаках? Это унки, это, это унки. У тебя с песнями вообще не прёт. О, зато прёт у меня взрослая песня. Открывая двери шире, мужики бегут толпою. Без носков и без прически, с двухнедельной щетиною. И бегут по мокрым лужам босоногие мужчины. Зона, зона, я скучаю. Нам амнистию вручили. Мама, я вкупая, мама, мама, я вкупая. Ну чё, блин, устроили, а? Друзья, извините, просто ребята действительно иногда шьют форму для зоны. Вот, видимо, те взаимностью ответили, научили ерунде. Ребят. Ребят, вы все такие творческие. Можно я тоже стих расскажу? Ты? Да. Давай. Долго я учился шить, сшил вот одеяльце. Жаль, что не смогу пришить новенькие пальцы. Ты недалёкий. Ну ладно, всё, всё, последний шанс. Интерактивная миниатюра. Гороскоп. Близнецы? Какие близнецы? Они вообще не похожи. Это вообще кто? Это кинты. Это, это кинты. Так, всё, хватит, быстро идите отсюда. Давайте нормально, соберитесь, а? Друзья, знаете, несмотря на весь бред, который мы вам сегодня показали, нам абсолютно не страшно идти вперёд, потому что с нами наши болельщики. Команда КВН Левпром. В одной четвёртой ещё моднее. Команда КВН Левпром. Ваши аплодисменты, друзья. Ну что ж, и под бурные аплодисменты всех болельщиков я хотел бы пригласить все команды на эту сцену. Здесь свои пар культуры по любви В, значит, баха, сборная гиков и, конечно же, команда КВН Левпром. Конкурс визитная карточка сыгран, а это значит, что настал момент увидеть оценки жюри. Максимум 5 баллов. Давайте в том порядке, в котором команды выступали. Оценки команды КВН все свои. Четыре, три, четыре, четыре, четыре. Оценки команды КВН Парк Культуры. Парабин. Четыре, четыре, пять, четыре, четыре. Оценки команды по любви. Новосибирская область. Пять, четыре, пять, пять, пять. Оценки команды КВН В, значит, ваха. Четыре, три, четыре, четыре, четыре. Оценки команды КВН сборная гиков. Все судьи пять баллов. Ну и, наконец, оценки команды КВН Левпром. И вновь все судьи пять баллов ровно.